Первый сезон настоящего детектива вышел на экраны еще в 2014 году. Был признан лучшей телевизионной драмой года, получил много наград и остается очень актуальным и по сей день. Кинокритики и простые зрители высоко оценили философские мысли и психологический подтекст, отлично раскрытый в этой драме. Сериал можно пересматривать много раз, находя все новые и новые смыслы. Особенно впечатлил зрителей главный герой, детектив Расткоул, которого блестяще сыграл Мэтью МакКонахи. В этом выпуске я разберу технологии манипуляции, которые использует этот персонаж, чтобы получить максимум информации и добиться желаемых действий от собеседника. Конечно, я опасный. Я же полицейский. Могу творить с людьми жуткие вещи. Это безнаказанно. Диалоги Раста с другими персонажами могут казаться обывателю каким-то трюком или фокусом, но на самом деле это четкая и осознанная цепочка действий, нацеленных на результат. И сегодня вы узнаете, как это работает и в чем главный секрет Раста Коула. Детективные фильмы и сериалы давно зародили в нашем сознании мысль о том, что злоумышленникам и психопатам может быть кто угодно, даже милая соседка, приглашающая вас на чашечку чая. И это действительно так. Потенциально опасные личности, манипуляторы и мошенники живут среди нас. Как понять, что того или иного человека не стоит приводить в дом, брать на работу или строить с ним отношения? Как распознать людей, которые могут вам навредить и не стать их жертвой? Рекомендую книгу Джона Варра «Опасные личности. Как их вычислить и не дать манипулировать собой». Автор, спецагент ФБР и профайлер. По роду деятельности много работавший с такими людьми. Книгу Джона Варра вы можете заказать в книжном интернет-магазине «Лабиринт». Ссылку я оставлю в описании. Кстати, сейчас там проходит осенняя онлайн-выставка «Ярмарка», где можно найти для себя много интересной литературы самых разных жанров. Если вы задаетесь вопросом, что же почитать, либо уже присмотрели что-то, но хотите сэкономить, обязательно загляните на страницу «Ярмарки». Там вас ждут подборки, рецензии, книжные новинки, интервью с авторами, скидки на книги до 85% и подарки. А с промокодом МЕНТАЛ, сделав заказ от 1000 рублей до 20 сентября, вы получите в подарок комплект ярких и удобных магнитных закладок, с которыми чтение книг станет еще приятнее. Кино и сериалы – это, конечно, прекрасно, но они не заменят нам книги, ведь чтение не только погружает в новую мирную, способствует развитию мышления, так что не откладывайте надолго. Вперед на книжную ярмарку по ссылке в описании. Как вы думаете, умение сопереживать человеку – это сила или слабость? Она поможет чего-то достичь или наоборот? Это уязвимость, которую использует злоумышленник против нас. Следите внимательно за разбором, чтобы не упустить ответ на этот вопрос. Настоящий детектив – отличный криминальный сериал. Повествование знакомит нас с двумя детективами – Растом Коулом и Марти Хартом, которые расследуют загадочное убийство. По мере продвижения в этом сложном деле детективы постепенно расплетают паутину лжи, интриг и тайн. Сбор информации и тем более допрос нужно проводить с умом, используя некоторые хитрости и манипуляции. Именно это и умеет прекрасно делать Раст. Раст вызывает уважение тем, что он хоть и знатный манипулятор, но при этом никогда не вынуждает подозреваемых говорить неправду или признаваться в том, чего они не совершали. Он вызывает у людей определенные чувства или создают ситуации, из-за которых персонажи выдают информацию, которую не рассказали бы просто так. Несмотря на то, что речь о расследовании и допросах, первый важный момент, который мы рассмотрим, происходит не в полицейском участке. Начнем с анализа обстановки и поведения Раста. Это простой придорожный бар, который не подразумевает ни допрос, ни серьезные вопросы. Примерно так же ведет себя и Раст. Он довольно лениво показывает полицейский жетон, говорит медленно и спокойно, не меняя ни интонации, ни темпа речи. Он не говорит что-либо, что может сбить с толку, запутать или вывести оппонентов из эмоционального равновесия. Сейчас ему это не нужно. В данный момент ситуации он вообще не говорит как детектив или полицейский, а создает атмосферу простого приятельского разговора. Когда мы общаемся с людьми, мы часто не обращаем внимания на их эмоциональный настрой. Спокойно они в данный момент или о чем-то переживают. А ведь от этого может зависеть исход разговора. Если вы знаете игру Detroit Become Human, то вспомните, что там был некий индикатор уровня тревожности допрашиваемого, который менялся в зависимости от реплик офицера. Чтобы тот сознался, важно было создать определенное напряжение у подозреваемого, но в то же время не перегнуть палку, чтобы он был готов раскрыться. Так вот, Rust Cole просто мастерски управляет настроем собеседника. Добавим шкалу уровня тревоги, чтобы вы видели, как это работает. Так на логичный вопрос у девушки, будут ли у них проблемы, он отвечает отрицательно, тем самым понижая градус напряжения. В течение всего разговора он также будет нивелировать опасения и вероятное беспокойство собеседника, регулируя степень напряженности либо в одну, либо в другую сторону. Rust подталкивает опрашиваемых к тому, чтобы говорить. Меня зовут Rust. Я Аннет, а она Люси. Здесь он представляется, непринужденно подводя к тому, чтобы это сделали и собеседницы. Он не рассказывает с самого начала об убийстве, жертве или подозреваемых, даже не намекает на это. Таким образом уровень тревоги не повышается. Rust не получает сразу нужных ему ответов, только расплывчатой формулировки. Я тут много таких девчонок встречала. Здесь всегда текучка. Но при этом он сохраняет спокойствие и не пытается давить на девушек. Когда у детектива спрашивают, зачем он ищет девушку, он старается понизить уровень стресса собеседниц, при этом не давая прямого ответа на вопрос. А зачем она вам? Меня не интересует проституция или наркотики. Далее ему приходится сказать, что он из отдела убийств. Я из отдела убийств. Таким образом он дает небольшую порцию информации, чтобы, во-первых, незначительно повысить уровень стресса, во-вторых, немного приоткрыться для собеседников, поднять их интерес к разговору. Ведь речь идет об опасности, которая хоть и не угрожает им напрямую, но все-таки вызывает их беспокойство, а значит и подталкивает к каким-то реакциям. И тем самым Rust добивается своего. Девушка слева реагирует на это. Мы даже можем разглядеть мимолетные признаки страха, следует учитывать, что это не реальная жизнь, а фильм. А значит, эмоции, которые испытывают персонажи, тщательно продуманы режиссером. Эту эмоцию замечает и Rust, из чего он делает вывод, что чье-либо убийство, правда, может ее взволновать. Поэтому далее, после пары реплик, он переключает свое внимание на нее. Он встает легко и плавно, делает довольно ловкий, но простой трюк. Дает девушке денег и предлагает купить выпивку. А после ее согласия сам занимает ее место. Такое расположение по отношению к собеседнику делает разговор более комфортным и менее стрессовым для оппонента. Разговор, идущий далее, не имеет отношения к делу, но также создает атмосферу большего комфорта. Тут таблетки сложно достать? Расслабься, я тоже хочу. Здесь Rust упоминает, что тоже не прочь бы принять наркотики. Этим он показывает, что у них есть что-то общее. В то же время, как бы доверяет ей свою тайну и раскрывает свои слабости. Такой подход хорошо работает для установления связи с человеком. Если хотите, чтобы собеседник проявил откровенность, сначала нужно с ним поделиться своим секретом. Регулируя уровень стресса и наблюдая за реакциями партнера, Rust направляет диалог в нужную ему сторону. Также он обращает внимание на состояние собеседника, будь то стресс или страх, которые так или иначе проявляются во время разговора. Детектив понимает, что в данный момент основной потребностью девушки может быть нахождение в безопасной атмосфере. И он создает подобное настроение. Следующий разговор – допрос одного из информаторов. Здесь Rustу также необходима спокойная атмосфера, менее агрессивная, чем обычный допрос. Теплые, но не слишком яркие тона, хорошее равномерное освещение, спокойный тон разговора настраивают на более позитивный лад. Так как речь идет об анализе сериала, то стоит расценивать все это как задумку режиссера для нашего погружения в атмосферу и создания нужного настроения. Подобные мягкие цветовые решения подсознательно настраивают нас на то, что это будет скорее разговор в дружелюбном тоне, чем допрос. Резких вопросов не задается, как и не выдается реплик, которые бы вывели Чарли из себя. Сам Rust сидит довольно вальяжно и расслабленно. Асимметричная поза, отсутствие резких движений, и мы можем видеть, что это действует. Информатор не напряжен, да и вообще отсутствуют какие-либо признаки стресса. Чарли ничего не скрывает, легко раскрывает необходимое про свою бывшую жену. В данной ситуации очевидно, что ему не нужны какие-либо конфликты или сложности, поэтому Rust вместе с Марти дают ему почувствовать себя комфортно. Они с легкостью получают информацию и только в конце Rust выдает. Зачем они здесь? Домдория мертва. По лицу Чарли видно, что этот факт для него полнейшая неожиданность и шок. Если бы детективы сообщили об этом сразу, то, возможно, он был бы более насторожен в своем рассказе и взвешивал каждое слово, боясь попасть под подозрения. Для сравнения рассмотрим другой пример с этим же персонажем. Мы видим, какова атмосфера разговором. Холодные, намного более мрачные тона, видна грязь и надписи на стенах. О комфортном окружении не идет и речи. Эта обстановка работает на детективов. Это точно атмосфера допроса, а не спокойной беседы. В данном случае допрос ведет Марти, а не Rust, как в прошлый раз. Все начинается с обвинений, что провоцирует Чарли защищаться. Ты нас кинул, Чарли. Не кидал я. Реджи. Ладу. Алло, я вообще не знаю этого придурка. Вы же не спрашивали про Реджи? Марти кричит, провоцируя собеседника. Мать вашу, у меня жена умерла. Бывшая жена. Ты послал Реджи Ладу замочить ее, правда? Нет. На его лице отчетливо виден гнев. Он провоцирует Чарли дальше, дав ему легкую пощечину, продолжая атаковать словесно. В итоге эмоциональная реакция достигает своего пика. И Чарли начинает кричать. Я убил этот ублюдочный Реджи Ладу? Твою мать! Выпусти меня! Далее почти весь допрос он выдает информацию и говорит, как бы по инерции от этой эмоции. Такой метод кардинально отличается от методов Раста. Но при этом тоже дает свои результаты. Это более жесткий способ, который не всегда может сработать в жизни. И имеет последствия. Ведь негативные чувства останутся в будущем. А более комфортная беседа пройдет незаметно. Следующий допрос, который ведет Раст. Здесь атмосфера не такая гнетущая и мрачная, как в прошлом случае. Цветовая палитра чем-то напоминает комнату из первого допроса Чарли. Стоит отметить, что каждый допрос в настоящем детективе уникален. Каждая допросная комната продумана режиссером так, чтобы создать у зрителя необходимое впечатление и погрузить в атмосферу, нужную для конкретного случая. Создавая интерьер и цветовые сочетания комнат, автор манипулирует настроением зрителей, тем самым настраивая на эмоциональное состояние героев и общий тон разговора. Кроме того, Раст вообще не ведет себя как детектив или полицейский на допросе. Он медленно и плавно ходит по комнате, его голос очень тихий и аккуратный, почти переходящий на шепот. Он создает обстановку, непривычную для допроса. Здесь Раст использует словесную манипуляцию, как бы отделяя вину и ответственность подозреваемого от него самого. Он использует довольно сильные, почти поэтические метафоры. «Все, что ты сделал, не твоя вина, не твоя». Здесь он продолжает отделение вины от подозреваемого. «Тебя тянул на дно тот самый груз. Он же не дает тебе работать, не дает учиться». Он переносит фокус с вины подозреваемого на этот груз в душе, говоря о том, что именно этот груз виноват в проблемах подростка. Таким образом, Раст в данном диалоге воздействует на одну из человеческих потребностей – потребностей в самореализации. У многих из нас есть нереализованные мечты и желания, таланты и способности, которые мы не смогли раскрыть. Сталкиваясь с преодолением жизненных трудностей, мы часто не находим причину своей несостоятельности. Поэтому иногда мы склонны верить тому, кто указывает нам на эту причину и делает это убедительно. Раст прекрасно это понимает и использует. Здесь Раст воздействует успокаивающе на допрашиваемого, создавая еще более доверительную атмосферу. Обвиняемый чувствует, что ему сопереживают, что есть те, кто его понимает и принимает таким, какой он есть. В контексте данного разговора ему необходимо испытывать такие чувства – чувства понимания и защищенности. В итоге Крис сдается, он признает свою слабость и несостоятельность и рассказывает о том, что он сделал. Раст очень деликатно трогает его за плечо и продолжает разговор в таком ключе, будто отец говорит сыном. Схема, по которой действует Раст, очень часто используется в маркетинге. Сначала обозначить боль, потом надавить на нее, чтобы клиент ощутил ее в полной мере, а затем предложить решение, которое способно облегчить эту боль. Кроме того, он апеллирует к высшему благу и высшей цели, что тоже можно считать манипулятивным приемом, особенно учитывая то, что сам Раст не религиозен и не верит во все это. Но он тонко чувствует, на каком языке можно говорить с каждым отдельно взятым собеседником. Ты такой, каким тебя сделал Господь. Здесь он продолжает тактику отделения подростка от его вины. Он уже понял, что эта техника работает, и осталось только дожать парня. Также он удовлетворяет потребность подростка в признании его уникальности. Наконец, Раст понимает, что собеседник уже готов сдаться и проводит завершающий этап – призыв к действию. В этом мире есть милость и есть прощение за все деяния. Но сперва нужно попросить. Да, я хочу. Хочу. Раст отличный чувствует потребность собеседника – не иметь вины и быть уникальным. Нахождение истинной потребности – это первый и очень важный этап манипуляции. Зная, чего хочет человек и в чем его слабые места, гораздо проще влиять на него и добиваться желаемого. Правильно подбирая слова и выражения, детектив как бы восполняет потребность подростка, чем настраивает его на волну большего доверия и желания открыться. Последний фрагмент допроса, который мы рассмотрим, тут Раст применяет почти весь свой арсенал. Говорят, ты убил двоих в Ливингстоне. Говорят, ты аптеки грабишь. Ты в курсе, что тебе придумали прозвище? Вооруженный враг. Всякой вменяемой аптеки. Нравится? Звучно получилось, но язык сломать можно. Раст начинает разговор со слов «говорят, они придумали». Тем самым разграничивает себя и тех людей, что выдвигает обвинения. В оригинале здесь много раз используется слово «зэй» – «они», с помощью которого детектив явно подчеркивает свое отличие от других копов. Он ходит по камере туда-сюда, но делает это медленно и плавно, будто вводит подозреваемого в гипнотическое состояние. Так же, как и в прошлом случае, Раст пытается избавить человека от его чувства вины, отделить его. В целом, этот допрос выглядит так, будто детектив здесь и не детектив вовсе, а адвокат, пытающийся помочь виновному. Ты сам же все усложняешь. Строишь себе лабиринт, из которого не выбраться. Ты попался. Пора по-другому действовать. Раст как бы придумывает выход для него, до которого сам обвиняемый бы не додумался. Он переводит вину человека на наркотик, под воздействием которого он был. Знаешь, что это такое? Это значит, что ты не можешь отвечать за свои действия. Раст звучит так убедительно, что грабитель соглашается выдвигая мысль. Они обвинят же меня в том, что я вытворял, когда был под веществами. Раст поддерживает эту идею, создавая более доверительный настрой. Он постепенно увеличивает степень влияния именно самого вещества на поступки. Как бы отделяя человека от наркотика. Тот, кто ни на чем не сидит, не может быть ненормальным, чтобы он не сделал. А тот, кто что-то принимает, не может быть нормальным. Понимаешь? Да, точно. Я ведь даже и не помню ничего. Упоролся в мясо. С каждой репликой Раста виновный соглашается, как бы нелогично она ни звучала. И в итоге по инерции сам не замечает, как признает свою вину. Бах, ты замочил этого козла, да? Не хочешь, чтобы тебя это простили? Хочу. Чего хочешь? Чтобы простили. Ты хоть понимаешь, что сделал. Ты признался в двойном убийстве. Здесь на успешность манипуляции отчасти повлияла неосведомленность обвиняемого в юридических вопросах. Если бы он точно знал тонкости закона, то, возможно, не попался бы на блеф. Хотя иногда в ситуации повышенной эмоциональности даже знание фактов не спасает нас от импульсивных действий. Но в чем же главный секрет Раста? Еще не догадались? Не беспокойтесь. Раст сам раскрывает его в одном из моментов допроса. Это не так уж сложно. Просто смотришь на других и думаешь, как они. Каждый чем-то одержим. Вы в курсе? И это и есть главный секрет Раста. Он не просто подмечает слабости других и давит на них. Или грубо и агрессивно провоцирует оппонента, как это делает Марти. Раст проявляет высший уровень эмпатии, проникая в голову к другим людям. Думает о том, о чем они думают. И чувствует то, что они чувствуют. Он распознает их потребности и желания и восполняет их. Пускай даже только словесно. Не обязательно точно и четко подбрать слова и использовать манипулятивные приемы и трюки, чтобы разговорить собеседника. Как мы видим в данных случаях, иногда просто достаточно понять, что именно нужно другому человеку. Но эмпатия работает и в другом направлении. Раст использует ее, когда допрашивает его самого. В данном случае он не пытается понять потребности других, а делает так, чтобы те, кто его допрашивает, сопереживали ему. Это лишает оппонента возможности атаковать. Кроме банальной эмпатии, имеет смысл рассмотреть и другие способы, которыми Раст пользуется против детективов. Он использует окружение в свою пользу, а именно нарушает некоторые правила. Курит – это запрещено. А в какой-то момент вообще отправляет одного из детективов за пивом, а затем режет пивные банки, делая из них фигурки. Складывается ощущение, будто он играет по своим правилам, таким, которые сам устанавливает в данный момент. А это значит, что он не будет подчиняться другим. Они уже не так уверенно ведут допрос, как им бы этого хотелось. Им приходится подстраиваться под Раста. Таким образом, он выступает здесь в доминантной позиции по отношению к собеседникам, что выбивает детективов из колеи. Атмосфера допросной комнаты тоже работает на него. Светлые и теплые тона, как мы уже выяснили, совершенно не располагают к допросу и не создают угрожающей обстановки. Раст не отвечает прямо на их вопросы, не выдает информацию, что ему известно. Периодический Раст все-таки дает некоторые крупицы информации, которые кажутся очень ценными, создавая впечатление, будто в будущем это будет иметь значение. Так он создает интригу вокруг обычного общения и поддерживает заинтересованность детективов в разговоре. Тем же приемом пользуются режиссеры криминальных фильмов, когда дают маленькие порции информации, постепенно приоткрывая тайну для зрителей, и таким образом поддерживая интерес. Стоит упомянуть, что режиссер здесь использует сразу два приема для того, чтобы поддерживать наш интерес. Во-первых, используется саспенс. Этот метод, при котором ни мы, ни персонажи фильма на данный момент еще не знаем те секреты, которые от нас скрыл автор. И зритель, и персонаж получают крупицы информации одновременно. Персонаж находит некоторые улики, зацепки, сталкивается с какими-либо загадками, а мы вместе с ним получаем эту же информацию и начинаем складывать в голове пазл всего происходящего. Во-вторых, автор использует тайну. Раст, как персонаж фильма, неизвестен ни нам, ни другим персонажам. Постепенно мы, зрители, узнаем новые подробности о Расте, которые ранее были для нас тайной. Таким образом, то, что Раст постепенно выдает информацию порционно, интригует не только детективов, но и зрителя, который параллельно с раскрытием преступлений раскрывает тайну Раста. Раст также пытается запутать детективов. Сам задает вопросы, такие, которые ставят полицейских в тупик, либо такие, которые волнуют всех и каждого, переводя разговор в философский и даже, в некотором роде, мистический. Я видел финал тысячи жизней. Молодые, старые. И они были так уверены в своем существовании. В том, что их сенсорный опыт делает их уникальными личностями. Теперь рассмотрим эмпатические уловки Раста и то, как он заставляет себе сопереживать. Я же центр бытия. Я центр бытия, правда? А вот и хрен! Во-первых, он использует свои мысли и эмоции, рассказывает о своей проблеме, хоть и делает это вскользь. В тот день еще не стемнело, а он решил, что самое время позвать меня на ужин. А это проблема. Я начал думать о жене Марте и его дочках. Я обессилен. Может, ни сегодня, ни завтра. Но я выпью. Раст показывает свои слабые стороны. Далее, по ходу допроса, он будет делать подобное не раз, говоря о бессоннице или любых других своих проблемах. Он приоткрывает свои уязвимости, проявляет некоторую долю откровенности. Детективы начинают проявлять сочувствие к его проблемам, что уменьшает их внимание к важным деталям. Их, если можно так сказать, оперативная память, занята не расследованием, а проявлением эмпатии к Расту. Обезоруженные такими методами детективы, скорее всего, решат использовать другие методы воздействия. Лесть, каверзные вопросы или прямые обвинения. Однако Раст здесь выступает в доминантной позиции, ведь ранее он использовал весь свой арсенал для создания собственной комфортной среды. И теперь давление, которое создают детективы, не будут работать в той мере, в которой могло бы. В итоге детективы оказались не в силах его переиграть и сами выдали больше информации, чем получили. Созданные Растом атмосферы его поведения сыграли против них и надежно защитили Раста от любых их воздействий. На примере этого сериала мы можем понять, что такой простой прием, как эмпатия, умение сопереживать вкупе с другими приемами манипуляции, могут оказать довольно сильное воздействие на собеседника. Наша способность понимать чувства других, осознавать их потребность и желание позволяют достичь более эффективного уровня коммуникации. Внимание к тому, что нужно другому человеку, дает возможность восполнить его нужды и расположить к себе. С другой стороны, наше желание сопереживать другим может сыграть против нас. Опытный манипулятор способен вызвать в нас чувство сопереживания, чтобы снизить нашу бдительность или способность мыслить критически. То есть, сочувствие может как помочь вам переиграть оппонента, так и сыграть против вас, если вы будете недостаточно внимательны к тому, что пытаются делать другие. А на сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Скоро увидимся. У нас у всех свои заморочки. Неизвестно только какие. Все хотят очиститься. Все хотят достигнуть катарсиса. Особенно виновные. Но виновны-то все.